Кто там? Кто там? Теоретически все спортсмены, выходящие на беговую дорожку или игровую площадку, должны быть одеты одинаково. Различия только в цвете формы и личных номерах, но это теоретически. А на деле мода и страсть к индивидуальности уже давно ворвались в большой спорт в виде аксессуаров, полезных и не очень. Из всех деталей спортивного гардероба мы выделили три. Прямо сейчас рассказ о незатейливых на первый взгляд вещицах, превратившихся в настоящие тренды современной моды. Никто так не менял баскетбольную моду, как это сделал Ален Айверсон. Игрок по баскетбольным меркам крошечный, всего каких-то 77 сантиметров. Но с первых дней в НБА он стал иконой стиля. Поэтому, когда в 2000 году на его правой повязке появился рукав, это не могло остаться незамеченным. По официальной версии, Ален где-то заработал бурсит локтя, а эластичная ткань улучшала циркуляцию крови. Но была и неофициальная. Игрок набил себе очередную татуировку, крайне непристойную. А рукав помогал избежать многочисленных штрафов от лиги. Какая версия правдивей, думайте сами. Но ученые доказали, при травмах этот аксессуар не помогает и на кровообращение не влияет. Но это уже никого не волновало. Поклонники Айверсона стали покупать рукава в космических масштабах, обогатив производителей спортивной одежды на миллиарды долларов. На втором месте очки. Нет, вообще эта вещь для многих просто необходимая. Если человек плохо видит повседневной жизни, то и на поле ему без коррекции зрения не обойтись. А линзы многим не подходят. Да и появились сравнительно недавно. Поначалу это были самые обычные очки, закрепленные на голове резинкой. Естественно, таким спортсменам никто не подражал. Но постепенно атлеты поняли, что слабое зрение – это не повод плохо выглядеть. К началу 90-х очки превратились в часть образа для многих спортсменов. Здесь тоже немало отличились самые большие модники в спорте – баскетболисты. Но самым продвинутым и узнаваемым очкариком стал голландский футболист Эдгар Давидс. Вот ему без защиты глаз было точно не обойтись. Игрок страдал редким заболеванием глоукомой. Но нужно было видеть, как он их носил. Быстрый, как молния полузащитник, с невообразимой прической и фантастических очках наводил ужас на соперников и вполне заслуженно получил кличку «Хищник». А рекламные ролики с его участием довершили дело. Сейчас похожие очки носят все, кому не лень. Самый незатейливый и, наверное, поэтому самый популярный аксессуар в спорте – головная повязка. Выполняет простую, но благородную миссию – не позволяет волосам падать на глаза. Времена, когда все спортсмены как один были коротко острижены, остались где-то в 50-х годах прошлого века. Атлеты давно осознали свое право на прекрасное и стали отращивать шевелюры на зависть поп-звездам. Завязывать волосы в хвост не всем хотелось, и тогда на помощь пришла она – головная повязка. Очень скоро аксессуар разделился на подвиды. От тоненьких ремешков до широких и плотных зимних вариантов. Многим к тому же казалось, что она делает облик игрока мужественней и романтичней. И тут ей стали пользоваться все подряд. От волосатых, как Дима Маликов, до лысых, как Колена. Биатлонисты и лыжники выходят на трассу в повязке даже в лютые морозы, когда куда уместнее была бы шапочка. Обритые нагло баскетболисты натягивают повязку, дескать, чтобы пот не заливал глаза. Хочется спросить, они же повязки вы разве не потеете, господа атлеты? Ну а что уж говорить о любителях. Они порой приобретают милый аксессуар еще до того, как научатся азам спортивной дисциплины. Да что греха таить. И ваш покорный слуга тоже не избежал повязка мании. Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер все болельщики и все, кто любит спорт. А если вы пока не любите спорт, то сегодня обязательно его полюбите. В общем, по поводу первого места споров редакции моего города не возникало. Главная повязка – самый модный спортивный аксессуар на все времена. Добрый вечер! Добрый вечер! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова